Я сейчас съездил к Роману Малышу, позвал его показать печь. Это он там, можно найти, пригласи его. Заходи, брат. Мир зову всему. С миром, премьер. Я решил показать, эту вещь я делал уже не сегодня, может лет 20 назад. Вот они ковали ее железом. Ой, пощупай маленько. Боюсь. Так, люди, вот эта вот летняя. Вот если я открою ее, вот эта вот, ты понял, что это русское. Она должна быть закрыта всегда, кроме когда... Но когда русскую топишь, эти должны быть намеренно закрыты. Чтобы отсюда не было подтягиваний. Теперь смотри. Рукой щипаем сюда. Вот его в середине, как канал. Дальше. Идем сюда. Ну-ка. Ну-ка, смотри. Пощупай все. Только потопили-то сколько. Дальше. Вот она идет. Это на уровень пищи, дальше не поднимается. Ну, до самого низа. Попробуй вот это. Канал до сих пор. Вот это особенно заметно. Пощупай. Железкое. Теперь залез на это. Прощупай все. Протяни сюда, да. Ну, где она печка. Вот это первый канал идет. Под который ступил он будет. Во всех направлениях. Это последний канал. Вот здесь вот. Все. Это уже на выходе. А здесь сверху она? Она дает весь жар. Как? Теплая? Теплая. Все. Ну, потопил-то утром. Здесь как раз отлично. Не горячая. Она не горячая может быть. Не, ну понятно. Она, наверное, имеет то, что если чуть-чуть подзапил и взять. Там можно даже спать. Даже вот в этом месте. Вот посмотри. Да, дальше. Первый канал. Пощупай. Приложи руку. Ага. То есть она в ней очень высокий компенсент полезного действия. Это не камень. Ну и здесь я тебе говорил, как видишь, она как-то нет. На подъем. Здесь 49 сантиметров. Вот здесь вот это вот. Она внизу где на подъем или вверху тоже? Нет. Да ну а то провалились кирпичи. Их надо поднять и песку подсыпать. Вот отсюда идет сразу подъем туда. Иначе как будет гореть-то? Под кверху. Но если там палочку поставить на свод, а свод покажи, как сделаны. Это не угольниками, как сейчас любят делать. А вон. Его видно. Он видишь? Он круглый. Кружало. Вот здесь вот 49 сантиметров. Ну вот. Отлетела вот дырочка. Надо закрыть будет. Володя. Маленькие. Вот. А там 51. Два сантиметра. И они играют очень большую роль. Два. Не три, не один. Так два. Вот эти два сантиметра. Я почему-то думал, что надо вот там вверху делать. Это внизу надо вот эти подгонять. А вверх у вас везде ровно. Нет. Или там или там тоже. Вот если палочку поставить от пода. Вот это внизу под называется. И доверху. Там 51 сантиметр. А здесь доверху. 49. Я понял. Ну где вы это смещение делали? Внизу. Вот эту площадку. Вот эта площадка такая наклонная. А та еще больше наклона кверху. А вверху тоже наклон? Ну а еще оно и видно, что она наклонна. Если она здесь вся наклонная. Вот так вот. Чтобы кислород поступал туда. То там она еще больше. Поэтому огонь весь там остается. И ему трудно сюда идти. И он идет с трудом книзу. И оставляет жар. Это не мое изобретение. Вот это вы мне сказали. Я сразу запомнил тогда. Потому что я вы видите. Там из компьютера искал это. Еще один. Вот здесь у вас везде кирпич вот так стоит. Они везде. Вот так вот. Плашмя. Вот она лежит. Вот она. Вот так да? Да так. Везде плашмя. А дальше уже. Вот здесь. Здесь идет боком. Вот так вот идет. На ребро называется. На ребро. На ребро. Везде на ребро. Кроме вот этого места. До этого места. Она платит. Снизу. И снизу до самого. Вот эта вот плита. Она должна лежать на одиннадцатом ряду. Ты можешь как угодно делать. Теперь смотри. У них это неправильно она. А потому что пол сделаны. Его нельзя было по-другому. Я сначала печку сделал как надо. А они пол подняли выше. И подперли прямо под эту. Угу. Значит. Два вида. Да. Поддувало. Между ними. Сколько там. Смотря какая дверка высоты. И на дверке один кирпич перекрывает. Это огнеупорный до сих пор. С двух сторон пластью. Это огнеупор. Хорошо бы и дальше огнеупорный это сделать. У меня полно. Все. Вопросов нет. Так что здесь. Я сейчас еще раз. Вот здесь пластью. Вот здесь. А тут уже идет на ребре. Все на ребре. Все. А вот здесь вот дальше. Вот здесь это поднимали. Вот она видно. Вот у меня карпич. Режит пластью. Дальше пошла пластью. 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 Труба. Трубу вашу. Почему? Потому что мне надо чтобы там был кирпич. Проходил свободно. В отверстие. В дыбоходе. 25 на 12 с половиной. И поэтому у нас труба такая большая. Тяга хорошая. Я думал знаете что? Думал трубу полностью вывести. У нас везде кирпичом наверх. Ну. У меня есть кирпич на парке. Ну можно. Она не будет так и конденсировать. Она вообще не конденсировать. Вообще не будет. Не будет. А если я вот там уже нашел такое. Что если труба там 4 и выше метров. По любому будет. То есть надо утеплять это. Должна быть. То есть как-то до 4. Вот это я понял. Что вот если допустим. Вот так вот стоит. Ну крыша вот. А труба здесь. Может здесь быть. То есть горизонтальную линию провести. И вознесет 12 градусов должно быть. Она должна выйти за эти 12 градусов. Чтобы не замихряло. Если прямо идет в конек труба. На полметра выше. А от конька. На полметра выше конька. На полметра. Там можешь выше делать. Но это норма. Не ниже. Не ниже. А теперь. Ну вот оно. Вот оно. И теперь труба может здесь. Здесь. Здесь будет. Вот до сюда. И вот от прямой линии проведеть. Если она ниже. Она будет оттуда. Ветер идти. И задавливать. Задавливать. Это высчитано все. У меня нет изобретательского таланта. Я 40 лет возился с пищами. И ничего не изобрел. Ну все. Информацию собрались. Читали. Я читал. Проверял. Смотрел. Бывает там. Маленько пошире сделаю. Где-то что-то. Ну это как. Вот канал идет допустим. Кверху. Он один. А опускается двумя каналами. Потому что тут трудно опускаться. Два канала. Бывает иногда три канала. Три. У меня все это скачано видео. Я уже давно смотрел. Так что когда будешь делать. Ну. У меня кружало есть все. Для узкой пищи. Вот эти? Да. Ну я даже нашел там кирпич такой. Вот этот. Подконус. Да. Конечно. Из одного. У нас на улице. И там дождь попадал. Она нагревала. И все рухнуло. Тогда мы ольги упорно сделали. В лагере. Там две узкие пищи. Да. Кружанова надо будет это. Чтобы не забыть у вас забрать. И еще. Глину. Сколько обычно глины? Наша жирная глина. Один к двум. Я вот уже замочил. Она должна мог... Глину размочил. Размял ее как сметана. И две порции туда песка. В два раза больше. Если вот топку кладешь. Обязательно добавь соли немножко. Чуть-чуть. Соль. Соль. Обыкновенная поваренная соль. Ну на всю пачку. Может пачку. Больше ничего. Можно записать. Много информации. А менять. Вот допустим. Кирпич такой. Кирпич огнеупорный. Это не надо. Потому что коэффициент расширения разный. И она будет рвать ее печку. Если ты начал с огнеупора. Ищи дальше. У матушки с крыши снимай. Там не наложено. В смысле. Полно. Полностью. Вот эту вот. Топку. Топку. Ну бывает нет кирпича. Огнеупорный 10. Отрегается 25. Ну начинает. Ну я понял. То есть внутреннюю. Где вот это жар. Полностью все должно быть огнеупорным. Это вот. Вот. Это я говорю. Ну по опыту как. Печь делать. Это не стенку выложить. На нее влияет все. На строение хозяйки. Погода. Все влияет. Она настроение не такое. Она не открыла. У меня сестра родная. И у нее не топится. А у нее там. Дрова. Сделана. На угольнике. Ну. Галанка. И она его ткнула туда. Закрыла. Я говорю. Как она пойдет. Вот так вот почти. Ну-ка открой. Открыли. Загудела. Так. Вот это все закрыто сейчас. Почему? Летнее не нужно. А теперь пустили на обогрыб. Сегодня пустили. Вчера это не делали. Зачем засолить. Тепло то нам не надо. Нам наоборот надо. Чтобы жарко не было. Вот все. Когда уже дойдет дело. Будешь делать. Ну если посчитаешь нужным. Я могу подойти. И даже что-то бы стал делать. Даже. Хотя я полностью отказываюсь от пищей. мне надо поворачивать все время. А позвоночник после операции не дает мне разгуляться. Да и правильно. Пора утихомериться. так. Все. Так. Поэтому. Я каждую печь полоскаю. Куда ходишь. Матушка. Картошка выбирает. А следом. Я вижу. Рукой разглаживает землю. Она ее ласкает. Она живет этим. Она настоящий агроном. Земледелец. Не то что я. А мне лишь бы арбуз вырос. Ну все. Я ушел. Спаси Христос. Да. Когда ты едешь нам пилота привезешь. Запасные сетки купи. Давай. Все полный расчет будет. Не знаю когда. Может в субботу. А может на следующей неделе. Ну. Ты не поехал сегодня с этим. С Игорем то. Он не взял тебя. Да мы не договаривались. Я должен был сам ехать. Но у меня человек. С Новосибирска жду его. Машину. Машину свою не гоня на большие расстояния. Она здесь нужна. Да я. Это понятно. Но. Там мне тоже привязываться. Понимаете. Там свобода должна быть. Ну ладно. У меня куча всяких списков. Понятно. Игорь не будет со мной водить. Понятно. Еще и бак. Еще и груз у меня. Я ушел. Я думаю. Сейчас дрова складываю. Вожусь. А эти пойду сегодня. Закончат у нее копать картошку. Тебе нужно копать. Нет? Я уже выкопал вчера. Все. И идут к матушке. То есть мы сегодня свободно. Даже выбиться. А дальше Никита уже пойдет пасти. Там через день или как. Я ушел. Да. С Богом. Да, с Богом. Игорь Негода. Игорь Негода.